Жилищный вопрос, качество дорог, благоустройство территорий, трудоустройство и уборка дворов. С такими темами и не только работают в окружном центре управления регионом. Их задача промониторить социальные сети городских пабликов и групп на предмет жалоб, а также обработать обращения, поступающие через портал госуслуг, систему инцидент-менеджмент и чат-бот «Ямал» официально. Следующий шаг – передать заявку на устранение проблемы тем, кто за это отвечает. Если говорить о новом рингое, там нужно смотреть, то есть наша функция какая. Мы получаем обращение через платформу или через инциденты без разницы. Мы определяем исполнителя, то есть какая служба этим занимается, кто ответственный, или администрация города, или, может быть, окружные власти, кто решает этот вопрос, и тогда направляем им непосредственно. А как-то отслеживаете потом, то есть было исполнено, отработана жалоба или нет? Да, конечно, потому что если, грубо говоря, есть проблема и она не решена, то в этом нет смысла. Наша задача – это, грубо говоря, соединять или помогать власти слышать жителей, а жителям удобно доносить те проблемы, которые они заметят. Кроме того, на основе поступающих в ЦУР данных формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатывают предложения по дальнейшему развитию региона. Все обращения, которые обрабатываются Центром управления регионом, поступают туда через платформу обратной связи на госуслугах. Алгоритм подачи заявления здесь подробно расписан, и, в общем-то, все понятно. Новый Уренгой стал одним из лидеров по количеству обращений. Так, за прошлый год ямальский ЦУР зафиксировал их без малого 5000. И это, говорят специалисты, вполне ожидаемо для самого крупного города на Ямале. Средняя скорость обратной связи на сегодняшний день составляет 2 часа 20 минут. Это в два раза меньше, чем в начале прошлого года. В газовой столице обработкой заявлений от горожан занимаются в управлении общественных коммуникаций «Открытый город». На сегодняшний день существует много форм обратной связи. Прежде всего, это традиционные, обращения письменные, формы электронного документа и личные приемы должностных лиц администрации города и органов местного самоуправления. В целом, в 2021 году обратилось к должностным лицам органов местного самоуправления 24 868 человек. Это уже вместе с консультациями. По результатам анализа жалоб на плохую расчистку дорог, дворов и крыш, глава нового Уренгоя принял решение перераспределить объемы между несколькими подрядчиками. Также было создано сообщество для размещения актуальной информации в популярном мессенджере. Ежедневно и в срочном порядке отрабатывают и более мелкие заявки. Обращения по теме озеленения или благоустройства территории вообще, стоит сказать, отрабатывают очень быстро. К примеру, в прошлом году жительница дома по адресу микрорайон Мирный, 3,6, посетовала на то, что под ее окнами много сухих деревьев. Проблему решили очень быстро волонтеры. Выкорчевали сухие деревья. Вот сейчас здесь мы видим совершенно пустую территорию. А на их месте в этом году появятся новые саженцы. Также в нашем городе работает горячая линия, где новоуренгойцев консультируют по широкому кругу вопросов. ЖКХ, дорожное хозяйство, образование, предпринимательская деятельность, сфера торговли и услуг. Звонков ждут по номеру 947-947. Юлия Шаркова, Антон Берестянский, Сергей Белых, информационное агентство «Импульс Севера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...